Приветствую вас, интернациональная аудитория! Приветствую вас, друзья! Сегодня мы покажем драконную дорожку. Из-за этих столбов она и начала называться драконная дорожка. Между камнями поросла трава, идеально для участка, для дома, для дачи. Для любого места, которое вы хотите сделать определенную историю, как будто этому месту много-много лет. Дорожка сделана из больших глыб и положена чисто на землю. Здесь она углубилась, потому что здесь нету корней. Там, допустим, мы положили ее наверх и подсыпали земельку. Красота дорожки в том, что она вот так перерастает травкой, она долговечная, она хорошо смотрится, хорошо сохраняется. Дорожка идет вверх ступенчато, дорожка идет с разными переходами, и за счет этого она имеет свой красивый вид. Дорожка Итак, с чего начать старинную, средневековую дорожку? Главное время, главный принцип в этой дорожке, это обработка камня. Вырубить плоскость, это занимает много времени и труда. На каждый камень может уйти от часа два, три, четыре, сколько его нужно оббивать. За счет обработки дорожка выходит очень дорого, дороже, чем сделать мостовую. Но зато в этой дорожке есть свои преимущества, она не боится землетрясения, она не боится разных трещин, она стоит на земле, она играет, и с ней ничего не останется, она даже и пятьсот лет простоит, как новая будет всегда. Потому что в этой дорожке нечего трескать, нечего ломаться. И даже если какой-то камень осядет, если его где-то там покрутит, его просто подровнял, расклинил, и дальше все это будет стоять. Неважно, какие там зазоры, швы можно сделать, можно подгонять камень, но это уже дополнительное время, усилие, деньги. В данный момент сделана просто драконья дорожка. Если готовый камень, готовые большие валуны, то участок дорожки одна половина можно положить за один день. Иметь, конечно, нужно хороший лом, потому что камни, они же не подъемные, их надо передвигать, их надо перекатывать, не подорваться, потому что выковать это легко, а вот сделать работу так, чтобы самому остаться все, что было нормально, это сложнее. С чего начать укладку дорожки? Берешь камень, выкапываешь приблизительно, сколько нужно. Если слишком много, берешь мелкие камушки, расклиниваешь и ставишь. Естественно, снизу нужно начинать. Любая каменная лестница кладется снизу вверх. Это уже собственный опыт, когда вы кладете снизу вверх, камень становится на другой камень, и верхний камень держит нижний камень. Уже появляется фундамент, вам не надо подкапывать, подмаскивать эти камни. У вас идет жесткая, тяжелая работа. Если вы даже сверху начнете строить каменную дорожку, любой заказчик подойдет и скажет, о, слышь, что ты делаешь? И он будет прав. Такую дорожку можно класть хоть на какой грунт, хоть даже в болото поставьте, и она будет стоять, никуда она не денется. Ну, а сядет, допустим. В любое время, вы взяли ее и подняли, немного, сколько вам нужно. В нашем случае, с ней вообще ничего не случится. Она положена на земляной грунт. Мы сделали расклинивание камнями, и потом замуливание землей. Как вы видите на видео, мы не раскапывали дорожку, не углублялись в грунт, потому что очень сложно снять верхний слой, для того чтобы поставить эти камни. Мы кладем их как бы наверх. Допустим, толщина камня 30 см, он нормально. Если там какой-то камень появился 40 см, мы же просто подкопали, подрыли, подогнали его под тот уровень, который необходим для нас. И все, камень встал на свое место. Никакого раствора, ничего дополнительного нет. Единственное, что мы делали, это сколы от камня, брали и расклинивали. Как вариант, вы можете прокопать глубже, и положить камни вровень с землей. Мы же сделали исключение, чтобы не обрубывать корни, чтобы дерево жило. Так как заказчик очень щепетильно относится к корням деревьев. В Южной Греции это не так просто вырастить. За каждым деревом нужно ухаживать, чтобы оно укрепилось. Поэтому мы ни один корень не обрубали. Сейчас вышли на финишную прямую, мы не стали здесь делать ступеньки. Вы видите, у нас нитка натянута, чтобы не было больших перепадов, чтобы камни не были завернуты в одну сторону. Можно с ниткой, можно без нитки. Эту дорожку можно делать так, как вы просто придумаете, кому как нравится, кому как подходит. Есть люди, которые делают подпорные стены без ниток, для того, чтобы выглядела как 500-летняя история, что это старинная работа. Итак, 500-летняя дорожка. Наверное, можно так сказать, когда видишь большие камни и всю эту кривизну. То есть, среди больших камней, если существует кривизна, наверное, как бы и нормально смотрится. Вот как для меня, да, это интересно, так заманчиво, как-то необычно. Дорожка такая, своеобразная. Можно поверить в то, что ей 500 лет. если с землей пересыпать. Итак, для полной ясности, я хочу еще напомнить о том, что мы поставили на землю, подмостили вокруг камня, защебенили маленькими камушками, и после того, где-то по чуть-чуть, мы еще раствором прошлись, пока водичкой будет замуливать вокруг, чтобы создать определенные так сказать, стойкость камня, пока камни будут замуливаться водой. Вот поэтому мы немножко, где-то подмазали раствором, для того, чтобы они хорошо замулились, и потом они уже никуда не денутся. Сейчас я займусь засыпкой, засыпкой земли. Рома сейчас выставит камень, посмотрим, как Рома это получится. Вот. Потом необходимо просто помыть камень. Вот вам и расшивка. Вот это будет стоять не хуже, чем при любой расшивке, при любой бетоне. Самое главное, чтобы камни прошли, замуливание, и все это будет нормально держать. земля совместно с глиной. здесь, что есть у нас с того и делаем. Возможно, в ваших краях получше земля есть. Смотрите, мы заполняем все вот эти как бы трещины, все отверстия, расшивку делаем как бы. Музыка После того, как я прошелся один раз прессом, вот какие отверстия между камнями появились. То есть мы их просыпаем еще раз, еще раз пройдемся прессом, чтобы это было хорошее замуливание. Вот так-то делается дорожка на века. 500 лет гарантия. Вот и закончена работенка. Вот как это все смотрится. Выглядит действительно как вековалая садовая дорожка. Прикольно, мне нравится. А вам как, дорогие зрители? Поехали! 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 Камень по-разному смотрится, и в земле, и наружу. Здесь, видите, мы подсыпали землей с одной и с другой стороны. И через время поросла травка, и все это сравнялось, и все хорошо смотрится, красиво смотрится. Здесь более втоплена дорожка, и мелкий отсев пересыпан. Это под любителя, под заказчика, кто под что ориентируется, как хочет человек, чтобы у него было. И причем она не боится, по ней хоть машина есть, хоть трактором, эскаватором или танком. То есть, она остается все равно в своей красе. И вот мы, когда строили амфитеатр, мы здесь ездили, на машинах, на всем, чем можно, туда и дорожка стоит. Вот она, красота! Вот она! Вечная дорожка, потому что с ней ничего не может произойти. Даже если камень какой-то присядет немножко, его можно всегда поднять, и ничего здесь замечено не будет. В смысле, что там проводился ремонт. Смотрите наш канал, я много чего пытаюсь вам рассказать, показать, чтобы вам было понятно, как на самом деле строятся каменные дорожки, лестницы. В вашей жизни, каменщики, может быть не так много таких дорожек, лестниц, но вам всегда нужно будет преодолевать что-то. То есть, вы сделали дорожку, раз у вас заказ пошел каменная дорожка, но уже с мелких камней, но с раствором, и там уже по-другому. Потом каменная дорожка, с мелких камней, но на сухую, и все это нужно знать, как это делается. Вам нужно думать, как мастер, как заказчик, чтобы эта работа была хороша и стабильна. Стройте из камня. Вдохновляйтесь вот этими всеми каменными работами, чтобы у вас было желание строить из камня. И сколько бы это не стоило, если у вас с деньгами порядок, стройте из камня. Вы можете брать и строить, потому что вы уже поняли строительство из камня. Стройте из камня.